Все, что касается деятельности системы управления, группировки сил, работу продолжаем. Я попрошу основное внимание уделить восстановлению систем жизнеобеспечения и жизнедеятельности населения. Не люди должны искать помощь, а помощь должна приходить к людям. Это первое. Второе. Я попрошу организовать круглосуточное горячее питание населения, как в пунктах временного размещения, так и на специальных пунктах хозяйственного удовольствия. Для этого дополнительно мы направили вам 10 волевых кухонь с запасом продуктов питания, воды. Третье. Я обращаю ваше внимание на необходимость оказания медицинской помощи выездными мобильными бригадами по месту жительства людей. Особое внимание уделите престарелым людям, а также детям. Подтверждение тоже имеем. Буквально в 22.30 был собран, с 23 часов было собрано из депутатского корпуса ТОСов. По предварительной оценке оповещение населения было организовано, но, к сожалению, комплексной работы в этом плане проведено не было. И со стороны руководителей на местах, со стороны отдельных служб на местах были допущены упущения, и не все население было оповещено в установленном порядке и в установленном сроке. Все подготовительные мероприятия проводились в установленном порядке, но с учетом наложения ряда факторов, в том числе ливневые дожди, резкое ухудшение обстановки, и система доведения необходимой информации, и, главное, обратной связи по реагированию населения в полном объеме, еще раз подчеркиваю, в полном объеме не сработало. Но вместе с тем, благодаря предпринятым мерам и со стороны руководителей муниципальных образований, и со стороны администрации Краснодарского края оперативно сработал федеральный центр, у нас в данной ситуации потери могли бы быть значительно больше. Именно своевременное комплексное реагирование, правильное задействование органов управления сил помогли нам минимизировать потери в этой ситуации. Еще раз подчеркиваю.